Седьмой канал, серия эксклюзивных интервью, продолжает знакомить с новыми слугами народа. Меня зовут Анна Полякова, а рядом со мной самый молодой, наверное, слуга народа, не наверное, а точно Александр Горенюк. Добрый день. Здравствуйте. Уже без неприкосновенности мы можем пожать руку. Да. Александр Горенюк. Самый младший депутат Верховной Рады 9-го созыва, 29 лет. Окончил Киевский институт международных отношений по специальности «Международное право» и Одесскую компьютерную академию «Шаг». Известен своими идеями возобновления городских пространств. Депутатом стал, одержав победу в 136-м округе Одесская область. Вы знаете, я наблюдаю, что в последнее время вы в пиджаках уже. То есть статность, какой-то форматизм депутатский, он уже есть? Ну, смотря в каком смысле форматизм. В принципе, я в лицее, когда учился, у нас была школьная форма, и мы ходили в пиджаках. Когда мы учились в университете, у нас точно так же была школьная форма. И в целом для меня это достаточно комфортно. Хотя, конечно, я очень жду выходных, чтобы спокойно выйти на улицу в спортивном костюме, в шортах, в футболке, ну, или в каком-то неформальном. Я в том числе и... То есть выправка, она помогает все-таки еще со школьных лет поддерживать вот это. Да, часть воспитания есть такая. Вы знаете, перед интервью мне удалось посекречить немножко с вашим пресс-секретарем. Она сказала, что вы очень пунктуальны и организованы. Эти качества воспитывали в себе как-то заранее? Или все-таки вот собрались уже, когда стали депутатом? Нет, воспитывал в себе, поддерживаю в себе эти качества. Я очень люблю, когда у меня на столе, на рабочем столе компьютера или на просто рабочем столе все параллельно и перпендикулярно. Я всегда знаю, где что найти, каким образом мне достать какую-то информацию. И тем более, ну, как бы, в век информационный даже, знаете, считается, что не так важно знать и владеть самой информацией, как знать, как ее найти. Александр, знаете, вот при любом поисковом запросе, который касается вас, первым делом пишет, урбанист. Для вас это какой-то основной месседж и посыл дальнейшей деятельности? И хватает ли рычагов для того, чтобы действительно вот воплощать и соответствовать этому определению? Потому что, ну, наверное, это ключевой действительно аспект. Урбанист, что такое урбанистика? Урбанистика – это вообще раздел экономической географии про то, как развиваются населенные пункты. И он включает все отрасли. Это не только как построить, что построить и там, как провести дорогу. Это почему это нужно строить? Чтобы что? Вот, допустим, урбанистика про Одессу – это там, нужно ли нам развивать туризм или не нужно развивать туризм? Вот, например, урбанистика про Львов, когда они писали свою стратегию, они в результате пришли к тому, что хотят стать там издательским центром. Это неожиданность, которая там находится в результате исследований. И что это значит для меня? Это в контексте посыла. Поскольку урбанистика про города, в городах проживает большая часть населения Украины, я хочу сделать все для того, чтобы украинские города могли качественно, современно развиваться, для того, чтобы мы хотели оставаться в городах. И города в том числе держали нас от мысли уехать и работать за границу. Потому что это очень важно и касается даже самых мелочей. Например, если у нас небезопасно спроектированные дороги, если небезопасно у нас стоит автобусная остановка, нет бордюров или каких-то защит пешеходов, у нас от этого повышается смертность на дорогах. Никто не хочет жить в странах, в городах, где высокая смертность на дорогах. И поэтому это вот в таком направлении в целом про урбанистика. Вы сейчас видите возможность воплощения своих проектов, потому что одно дело желание, а другое дело их воплощение уже конкретно какой-то результат. Нужно ли вам для этого действительно пять лет, или можете часть из них уже предоставить, собственно говоря, общественности в течение ближайшего года? Это большой вопрос. И отчасти нужно работать на законодательном уровне, проводить какие-то реформы. Но у меня есть быстрая победа. Офис президента где-то в июле или в августе этого года отправлял письма в областные администрации с просьбой указать какие-то магниты, какие-то направления для инвестирования, которые могли бы стать символом реформ, символом изменений. Вот этой динамики, то, что в воздухе мы все чувствуем, вот что-то должно быть силуэтом для этого материального воплощения. То есть, например, в Киеве там есть Юнит-Сити, он ассоциируется с инновациями, с стартапами, с технологиями. Все вроде бы круто. И сейчас офис президента и команда при офисе президента искала такие магниты по всей Украине для того, чтобы сделать 25 магнитов. И у каждой области или города был бы свой магнит. По моей информации, то, что в Google форму заполнили, я не владелюсь серфающим списком, но там такие условно, типа, день арбузика, знаете ли, какие-то такие мероприятия. И мне кажется, что на самом деле, когда вам предлагают указать магнит приоритетные для инвестирования, для всей области, надо сказать, что-то реально крутое, ну, что хочется воплотить в жизнь. И я понял, что там такой список, может быть, полностью состоит из подобных проектов. Взял инициативу в свои руки, сделал презентацию, сам ее задизайнил, сам ее прописал, сам подготовил полностью весь визуальный стиль, распечатал, передал руководителю главе фракции, Давиду Арахами, передал премьер-министру Гантируку, передал команде, которая занимается этим проектом «25 магнитов». Там их пять. Первое — «Куяльник», второе — «Одесский винный кластер», третье — это «Новая Пересыпь», четвертое — это «Одесские катакомбы» и их включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И пятое — это «Подмостовье». А если говорить все же о полномочиях, чувствуете ли то, что их достаточно? И я обозначила в начале программы все-таки, что действительно вы являетесь одним из самых младших представителей «Слуги народа». Сказывается ли это как-то на выстраивании в целом отношений и во фракции, и с другими коллегами, представителями других партий? Потому что у нас все же есть такая заангажированность, некоторая касаемо возраста политика, касаемо его опытности, даже в той же политике, несмотря на то, что это определенный каламбур. Если ты новый человек, к тебе очень много недоверия, недоверия и сомнений. Это большая правда, я на 100% это в том числе на себе чувствую в парламенте, потому что... Испытывают как-то? Ну, дело не в том, что испытывают. Вы понимаете, первый день заседания нового парламента проходят коллеги из других фракций, и когда они проходят про узким календором, они проходят, вот отталкивают, и так просто «дайте, пожалуйста, пройти», «дайте пройти», и отталкивают. Они думают, что у них есть какая-то особая власть или какое-то доминирование над остальными в силу своего возраста. Ну, как бы, не знаю, я читал в детстве художественные книги, и там люди в возрасте себя по-другому вели, с уважением и младшие относятся к старшим, и старшие к младшим. Если мы там говорим о чему-то научить, надо чему-то научить. Но я не хочу, чтобы меня взрослые депутаты учили такому, толкать с другими. Всем интересно некоторое закулисье, как происходит все же общение с представителями, с теми немногочисленными, скажем так, даже представителями предыдущей власти. В частности, мы с вами обсуждали также в начале, до записи, что, в принципе, наша рада чем-то похожа на театр. И сейчас, возможно, кому-то даже не хватает вот этих вот постановок, действий коров, земли, цветов, и когда кого-то выносят из зала. То есть для вас это театр абсурда? Это реалистичность или это то, что уже, в принципе, кануло в историю? Есть две версии, в которых, допустим, может работать парламент. Многие склоняются к тому, что парламент должен быть условно театром для того, чтобы отображалось реально противостояние идеи, концептов, направлений. Вот есть, ну, поскольку избранные там разные депутаты, они представляют разные точки зрения, разные группы населения. И в парламенте, как бы, по идее, происходит кульминация, столкновение на этапе законопроектов, на этапе принятия правок. Мы говорим, что наши выборцы, избиратели, голосовали за нас поэтому. А другие говорят, нет, нас голосовали поэтому, поэтому мы против этой идеи. И вот какой-то такой театр происходит. Ну, по моему мнению, знаете, я до этого в IT работал, и это контрпродуктивно. Контрпродуктивно, потому что посчитайте, сколько стоит рабочий час каждого депутата в совокупности. И если мы считаем, что граждане оплачивают работу депутатов, то это непродуктивно тратить постоянно время на то, что кто-то ходил, возил коров, целовал землю, делал какие-то фокусы. Просто, ну, вот можно выйти к трибуне, зачудить какую-то глупость, и потом вы станете звездой, ваш рейтинг поднимется, там будут вас поддерживать какие-то другие политики и так далее. Ну, такой же, что... Может быть, тут еще загвоздка в том, что это одно из таких критерий, один из критериев, один из запросов общества был? Ну, может быть. Тут, наверное, какое-то большое философское исследование надо проводить. Но также я считаю, что нужно проводить эксперименты. Эксперимент чаще всего ничего не стоит. И нужно попробовать работать по-другому. Вот помните, Костя Емельянов с организации UrbanEast проводил эксперимент по перекрытию переулка Жукова. Да, эксперимент ничего не стоил, проверили, посмотрели. Но давайте пробовать. Эксперименты везде можно проводить. Вот у нас там круглосуточно мы находимся под объективом... Ну, как круглосуточно. Пока мы под куполом, мы находимся под прицелом видеокамера. Но вы знаете, что это же сыграло злую шутку с некоторыми представителями и партии МОНа большинства, слуги народа, да? Не все знали, что не стоят какие-то переписки, возможно, делать публичными, да? Потому что за вами всегда наблюдают, вас всегда видят. И те или иные моменты, которые могут быть личными, они становятся достоянием общественности. Да, согласен с вами. С одной стороны, мы должны поддаваться критике. С другой стороны, это... Ну, понимаете, я три месяца назад, еще просто там, ну, хорошо, полгода назад занимался своей работой, и никого не волновало, езжу я на велосипеде или нет. На моем велосипеде там несколько тысяч километров пробега. Я приехал в парламент на велосипеде, выходит статьи про велосипед, сколько он стоит и так далее. Вы знаете, такая же ситуация была с Кличко, когда он на велосипеде разъезжал, обычном велосипеде, все начали подсчитывать, сколько же он стоит, когда он на нем и падал. Это личный аспект отчасти жизни того или иного представителя политики, чиновников, да? Вы готовы к тому, что будут перерывать полностью вашу личную жизнь в том числе? Да, готов, я сознательно шел на это, на этого не избежать. Но, с другой стороны, я просто вернусь к моменту работы под куполом, и когда там постоянно стоят объективы камеры, политики это понимают, особенно политики с опытом, которые несколько созывов прошли, они выходят в трибуне и они пиарятся. Они говорят вообще, ну, они могли это не говорить, а делать все эти каденции, которые они были при власти. Но они сейчас выходят и опять говорят, ну, это мало общего имеет с результатом. И если бы там не было камер, поверьте мне, они либо не хотели бы на работу, либо мы не тратили рабочие часы на вот эту бесполезную болтовню, чаще всего это просто, ну, это болтология, ни к чему не приводит, никакому результату. И там очень часто они в том числе нарушают сам регламент. Там есть, например, когда по сокращенной процедуре мы можем обсуждать два за, два против. Вы сказали, за законопроект или против законопроекта. И они же сами нажимают любые кнопки, лишь бы, ну, там в порядке очереди записывается, эта система рада фиксирует, и они записываются, неважно, да или против, они попадут, они все равно будут говорить то, что они думают, или то, что они хотели сказать, или вообще по другой теме. И это, ну, это неправильно. То есть это, на ваш взгляд, нужно коренным образом менять? Да, рекламент нужно менять. И начиная от электронного документа оборота это сделать просто легко, даже ввести Google Doc для всех. У необходимости такой массовой электронизации завел Дмитрий Дубилет, да, и он дал определенный срок на реализацию этого процесса. На ваш взгляд, это можно так быстро сделать? Вы, в принципе, представитель той сферы, которая абсолютно к этому имеет отношение прямое? Да, ну, начнем с того. Просто немножко поправлю, потому что Дмитрий Дубилет отвечает за работу кабинета министров. Кабинет министров и парламент, разные структуры, и он взял эти сроки под обновление вот этих процессов в кабинете министров. В парламенте мы точно к этому придем. Я надеюсь, максимум, сколько у нас идет, это год. А может ли быть это именно ваша инициатива? Рассматриваете такой вариант? Вы знаете, у меня столько инициатив, у меня столько идей, мне сложно остановить себя, потому что вот я отберу на себя очень много задач, и я вот сейчас дошел лимита, когда, ну, я уже на самом деле давно его перешел, когда мне тяжело, мне физически не хватает времени для того, чтобы все это выполнить. Но здесь два варианта обычно, либо ищут помощников, которым доверяют реализацию. Да, мы набрали помощников, сейчас это все оптимизируем. Вы просто понимаете, выборы закончились 21 числа, 22 июля я должен был уже построить несколько мостов, несколько тысяч дороги, увеличить пенсии в 20 раз, должен был сразу всем все. Конечно, люди ждали. И они ждали, на самом деле, это 29 лет, и это жестко. У вас есть для себя, в первую очередь, разграничения, что являются вашими обязательствами, либо сферой возможного влияния, а что нет? Потому что неоднократно, и ваши коллеги в том числе, и очень многие спикеры говорят о том, что люди немного путают, и у них отсутствует градация действительно полномочий народного депутата. Это не просто прийти поменять тебе лично окно, это больший пласт работы. Да, у меня есть ограничения, и вообще есть два основных типа работы, как я себе сейчас поделяю. Первый – это работа в комитете, второй – это работа на округе. Работа в комитете, я являюсь членом комитета Верховной Рады Украины, испытания транспорта, инфраструктуры. Я являюсь членом нескольких дополнительных подкомитетов, это комитет по безопасности дорожного движения, по дорожному хозяйству и по автомобильному транспорту. Я сейчас готовлю вместе со своей командой реформу общественного транспорта. Я во время выборов обещал, что нам нужно отказаться за пять лет от маршруток и ввести новую систему общественного транспорта. Мне надоело смотреть на эти очереди. Я не могу понять, в голове не укладывается, почему на конечных маршрутках. Они постоянно скапливаются, когда их ждут люди. Мне не нравится, что водитель постоянно может слушать шансон, рулить, рассчитывать, говорить по телефону. Вы знаете, это еще не самое страшное. Самое страшное, когда в авариях с участием этих маршрутного транспорта... И люди стали гибнуть просто маршрутками целыми. Это тико, и, к сожалению, только сейчас начали на это обращать внимание. Я давно говорил о том, что у нас на дорогах отдельная война, у нас две войны в стране, две-три тысячи людей в год погибает на дорогах Украины. У нас на дорогах помирает гораздо больше людей, чем даже на востоке сейчас. Да, и я говорил о том, что у нас каждый день примерно в 10 раз больше погибает людей, чем на зоне боевых действий. И для меня принципиально, вот я там говорил, что член комитета по дорожной безопасности, делаю все для того, чтобы обезопасить на среде дороги. Для того, чтобы вы точно знали, что пока вы стоите на остановке, вы в безопасности, на вас не наедет какая-то машина. За то, что вы точно знаете, что вы ждете маршрутку, и она приедет вовремя. За то, что маршрутка будет работать, в том числе ночью, если прописано в расписании, в том, что там будет кондиционер. Это если мы говорим про реформу общественного транспорта. Вас первым же делом будут спрашивать, когда мы это увидим уже на дорогах наших. Смотрите, что еще влияет на безопасность? И на качество. Ну, на безопасность влияет качество дорог, правильно? На плохих дорогах аварий больше. Вот раз возьмем Одесса-Киев. Да, там вот эти вот глубокие колии, которые остаются на жарком асфальте после проезда перегруженной фуры. Это проблема больше грузов. Ее также поднимали. Да, мы поднимали. Мы приняли в первом чтении за основу Тавцилома законопроект, который позволяет устанавливать вот эти вот рамки для обвесного контроля и автоматически выписывать штрафы. Мы будем дальше дорабатывать эту систему для того, чтобы автоматически деньги сразу списывались со счетов. А сколько времени нужно на воплощение этих проектов? И тот, который вы уже обрисовали выше, касаемо безопасности, и остановок, и транспорта. Потому что действительно людям свойственно ждать очень быстрого решения. Стоит ли говорить сразу, что для этого нужно время? Это не год даже и не два. Эти рамки уже установили в Киеве. Они уже готовятся к запуску. Я сейчас веду работу, переговоры с министерством, министерством инфраструктуры, для того, чтобы следующим на очереди была Одесса. Потому что одна из ключевых проблем моего округа, Суворовского района, это большегрузный транспорт. На кривой балке тысячи правонарушений там происходит регулярно. Там стоит знак, под которым запишен проезд. Фуры все равно ездят. И проблему большегрузного транспорта нужно решать. В год несколько детей каждый год умирает под колесами грузовиков. Вы готовы с такими инициативами выступать где угодно, на каких угодно площадках, чтобы донести необходимость максимально быстрого воплощения этих проектов? Потому что я уже не первый раз акцентирую именно на сроках. У нас принято говорить о том, что нам нужны реформы. Но сроки бывают либо очень затянутыми, либо очень короткими, но при этом эффективность уже страдает. Я могу оценить. Сроки нужно оценить. Правильно? Потому что мы должны посмотреть, какой у нас есть ресурс, какое состояние дорог сейчас, какая структура управления. То есть это еще проектная работа? Подготовительная. Самое тяжелое в строительстве – это фундамент. И вот у нас мы сейчас готовим полностью классный фундамент, гибкий, который можно будет менять, который можно будет носить изменения, улучшать постоянно. И вот мы сейчас проектируем этот фундамент. Я не хожу, не пиарюсь на каждом шагу, не говорю, что я вчера сделал это, вчера сделал то, потому что мы постоянно работаем над тем. Но пока что пиар происходит вокруг ваших персоналей. В частности, мы обозначили еще в начале программы ваши поездки в Верховную Раду на велосипеде. Намеренно, не намеренно, мы не беремся судить, но тем не менее это действительно стало ключевым аспектом. Во всех интервью вам тоже задают вопрос на этот счет. Вы уже отвечали, что там несколько тысяч километров, поэтому привязывать конкретно начало деятельности вашей не стоит. Тем не менее, мы видели, что и премьер-министр проводил экскурсию по своему кабинету именно на электросамокате. И, кстати, вот насчет коммуникации, мы видим, что тот же Гончарук создал свой влог. Чашка премьера, планируете ли тоже какие-то такие пути, шаги допускать для того, чтобы коммуникация с избирателями была ближе и понятнее для них? Да, планирую. Пока не знаю точно в каком формате, но планирую. И, кстати, вот этот шаг Гончарука, он уже в целом, даже если он каждый, когда будет снег, он же не поедет тоже на скутере. Но это... Но и вы не поедете. Я не поеду, да. Но я где-то в среднем до плюс пяти стараюсь ездить, если не идет дождь по сезону. А нужно правильно, это символ гуманности, символ человечности. То, что мы хотим показать, что мы нормальные, мы простые люди, мы занимались обычными делами, ходили с вами в одни и те же заведения. Ну вот, я не провожу встречи в каких-то элитных ресторанах и не даю никому себя приглашать в какие-то закрытые клубы, заведения, еще что-то. У вас есть четкое разграничение того, что любое приглашение извне сейчас, либо какой-то презент, он будет являться своего рода ангажированием и, ну, даже более того, взяткой? Подарков. Мы с помощником внимательно прочитали закон касательно антикоррупции, и я не принимаю никаких подарков, никаких авансов, ничего, что с этим связано. Были уже какие-то попытки, у вас не были, я даже не пытались. Все знают, что ко мне можно просто даже не подходить по этому поводу. А пытались ли через возможности личной связи с вами, как-то, возможно, тропинку найти в властной структуре? Потому что, ну, ни для кого не секрет, что именно выстраивание личных вот таких вот персоналей, оно помогает продвинуться так или иначе по карьере. Были ли какие-то такие попытки? Нет, таких попыток не было. Я сейчас собираю свою команду, вот, и если будут местные выборы, мы в том числе будем готовить кандидатов на том, чтобы они баллотировались. Это люди, которые готовы заниматься своим округом, готовы заниматься суворовским районом, решать проблемы суворовского района. Никакие дорожки к власти, нет, это не про меня вообще. Я иду в ЛАЭ, ну, как бы я пошел в парламент, потому что, ну, вот для меня нет ничего дороже, чем возможность починить страну. И у меня изначально во время позиции, моя позиция во время выборов была такая, что парламент, государство – это возможность улучшать жизнь тех, кто накроется вокруг вас. В широком смысле слова они только семья и близкие. А если вы хотите зарабатывать денег, идите в бизнес. Какая у вас позиция касаемо местных выборов? Потому что это сейчас идет в полной связке с выстраиванием полностью всех, большинства решений, в том числе проводили аналогию, что вот была ситуация у Владимира Зеленского, когда он стал президентом, но ввиду того, что в парламенте находились люди, достаточно обладающие таким категоричным настроем в его адрес, ему исполнять даже свои обещания было уже довольно проблематично. Так это же абсолютно подтверждает фактаж. Все инициативы президента, проводимые в парламенте, провалились. То есть сейчас можно провести аналогию с тем, что происходит на местном уровне? Я свою могу аналогию провести. Мне, согласно закону, муниципалитет, мэрия должна была выделить помещение под общественную приемную. Мы делали несколько обращений, получили отписки, люди просто морозятся. Я понимаю, что есть политическая установка, не идти на контакт, не сотрудничать. И сейчас мы самостоятельно запустили свою приемную, рассчитываем, конечно, что нам еще могут чем-то помочь, но я пока сомневаюсь. Нам должны были предоставить мобилированное, укомплектованное помещение под приемную. Вы знаете, мне предложили в Суворовском районе помещение, типа дипломатический жест. А на самом деле нам показали помещение и сказали, что тут можно в понедельник пару часов находиться, еще пару часов в пятницу. То есть вас уже загоняют в какие-то определенные рамки? Ну, пытаются, но это для меня не рамки. Но не предлагают вам так или иначе сместить вектор отношений, да, и как-то заангажировать все же. Потому что все хотят быть поближе к телу императора, условно говоря, да, понимая, что вы представитель монобольшинства в парламенте, вы представитель, условно говоря, президента. И для них это могут быть определенные привилегии. Нет, не пытается меня никто заангажировать. Ну, у меня такая репутация. Все знают, что у меня очень принципиальная позиция. Вот я там, не знаю, когда за рулем езжу, я не наезжаю даже, не дай бог, наехать на двойное сплошное. Я очень принципиально отношусь к правилам дорожного движения. Мне хочется, что все так относились. В Одессе особая проблема, особенно летом, когда везде гоняют, шумят, постоянно. Вот есть стоп-линия, да? Черным по белому написано, вернее, белым по черному асфальту написано, что это правило, что ее пересекать нельзя. А у нас постоянно ее пересекают. Все пытаются оказаться друг друга умнее. И в этом в целом достаточно, как бы, зеркально отображается сознание во многом украинского общества. Это называется коллективная ответственность. Вот ее легко еще хорошо распознать, когда в Борисполь возвращаетесь, подходите к границе, ну, там, где вас проверяют документы, паспортный контроль, и люди пытаются пройти под ленточками, как-то друг друга обогнать. Вот когда мы стоим в пробке, например, там, я не знаю, где-то на подъезде к Одессе или на выезде из Одессы, если пробка есть на Николаевской трассе, люди другие пытаются бежать по обочине. Поднимается пыль с этой обочины. Детям плохо от этой. Просто у меня был случай, когда в моем автомобиле ребенку стало очень плохо из-за пыли, из-за того, что мы ехали, и, в общем, ну, как бы, последствия. По моим убеждениям, мне кажется, было бы круто, если бы все соблюдали правила, и это нормальный был бы уровень общественного доверия. Я вот читал даже книгу, называется Кристофер Александр, автор, книга называется «Язык шаблонов». Там есть отдельная, она большая, где-то 1200 страниц, там есть отдельное высказывание про общественное доверие. И там говорится о том, что сон в общественном месте, ну, то есть на улице, является высшим признаком общественного доверия. Если вы на улице спите, и про вас не считаете, что... Вы знаете, у нас есть люди, которые спят на улице, но наверняка их сложно отнести к категории, которая как-то влияет на уровень доверия. Да, но есть люди, у которых нет выбора, там, среди них, возможно. Ну, а мы, тем не менее, любого спящего на улице, мы его подводим под, не знаю, какую-то одну группу людей. Никто же не знает, какое у них прошлое. Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Есть откровенно... Это не про доверие больше. Это про уровень жизни, который у нас достаточно на низком все-таки пока что этаже такого своего рода. И хотя при выходе на улицу можно сделать выводы, что не так плохо мы живем. Посмотрите на машины, которые ездят у нас в городе. Оно везде проецируется, это общественное доверие. Люди отгоражаются друг от друга в каждом ЖК отдельными заборами. Огораждаются в машинах тонировкой. Это все психологические признаки того, что мы находимся друг от друга далеко. Ко мне приезжал как-то гость из Грузии. Он просто ходил по улице и говорит, ну, Саша, что у вас такое? Почему люди так друг другу не доверяют? Вроде бы по одной улице ходят, они не приветствуют друг друга. В глаза не смотрят. Есть какое-то природное отторжение. Вот, я не знаю, это посткапиталистическое какое-то психологическое свойство, с которым нужно бороться. И от того, что мы всем не доверяем, у нас получается замкнутый круг. Ну, вот, возьмем на примере экономики. Бизнес не доверяет власти, не платит налоги, власть не получает налоги и не доверяет бизнесу. Как выйти из ситуации? Друг другу доверят только, правильно? Что для себя коренным образом предпринимаете для того, чтобы уровень доверия ваших избирателей, он не падал? Не получилось ли у вас так, как в одном из фильмов, когда герой проснулся, там, с голосами в голове, тех, кто просил его о помощи, не закидывают ли вас такими письмами, сообщениями? Потому что вы достаточно активны в социальных сетях, и это своего рода такой люфт и возможность для того, чтобы связаться с вами напрямую и сказать, что, ну, тут действительно окно нам разбили. Не все люди же умеют выстраивать эту градацию. Вчера пришло обращение, или позавчера, от пожилой женщины, и там было указано, что у меня не работает телепередача на кино Оливье Сад, и вообще все воры взяточники и коррупционеры. Ну, конечно, на такое обращение отреагировать достаточно сложно. Можно, конечно, индивидуально всем помогать, и мы этим занимаемся даже сейчас. Но, понимаете, если человек приходит, просит какую-то адресную помощь, еще что-то, даже если ему помочь, он придет в следующем месяце, он придет через месяц, а потом выстроится очередь, и это ничего общего с решением проблем не имеет. Я держал в руках распечатанный двухтомный бюджет Украины за следующий год. Он во многом похож на бюджет прошлогодний. У нас, знаете, какое самое дорогое министерство? Министерство социальной политики. В следующем году, сделаем скидку, что в прошлом году плюс-минус так же, из одного триллиона гривен у нас 291 миллиард. Это расходы на минус в политике. Это 30% экономического внимания. Вы можете согласиться с тем, что 30% экономического влияния у нас уделено социально незащищенным группам населения? Ну хотя один из приоритетных векторов – это погашение госдолга внешнего. Да, это всегда так было. То есть у нас, при том, что мы погашаем наш внешний долг, госдолг, мы, тем не менее, сохранили на том же уровне соцполитику. Это важно. То есть все же искоренить привычку жить в долг хотят? Я начинаю смотреть от бюджет. Там миллион, ну не ладно, не миллион, там десятки этих программ, по которым выделяется отдельная программа для больных, отдельная программа для слепых, для тех, кто плохо слышит, для тех, кто плохо видит. По каждому есть программа, по пенсионерам, по льготникам, по военнослужащим, по строительству семей, по домашнему. Что является тогда камнем преткновения? Почему люди недополучают все-таки этой помощи? Система. И вот наша задача – не индивидуально помогать, а поменять систему. То, что может и должен сделать народный депутат, это как раз заменить тех чиновников, провести аудит, посмотреть, почему денег не выделяется. Каждый депутат должен на своем округе этим разобраться и заставить эту систему работать правильно, чтобы деньги по тем программам выделялись. Вы даже знаете, вот на местном уровне, лояльным для местной власти депутатам, если к ним приходит прием, то какое-то социальное учреждение выделяет им больше денег, чем если бы это был какой-то несистемный депутат. Ну, на каком основании? Почему? Ну, наверное, на понятном основании. Его даже не стоит озвучивать. Тем не менее, могли бы назвать три основные характеристики, которые отличают, допустим, представителя партии «Слуги народа» от тех представителей, либо в целом политикума, который был ранее. Потому что если поставить представителей той и той конформации, напротив, в принципе, люди могут сказать, и тот с айфоном, и тот с айфоном, и тот с айфоном, и тот в пиджаке, и тот в пиджаке, и тот с какими-то определенными атрибутами. Но что ключевое есть разнящиеся в этих людях, и вас в первую очередь в том числе? Эти люди не меряют по айфонам. Это первое. Они не измеряют такими категориями. Второе – это команда профессионалов. В комитетах сидят профессионалы, и как раз каждый из них пошел по своей специальности. Я пошел в транспортный комитет, потому что я в этом шарю. И члены, мои коллеги с другого комитета доверяют нашему комитету, потому что мы принимаем адвокатные решения, потому что тут профессионалы, тут люди, которые разбираются в этой отрасли. И это второй фактор. И третий – у этих людей дикая страсть что-то поменять. Большая часть из них не родилась или не состоялась, а состоялась позже уже, развала Советского Союза. И люди, у них другие потребности, понимаете? Это люди, которые очень сильно хотят перемен. Я очень сильно хочу перемен. Мне 28 лет, я хочу их уже завтра. Я сам этого хочу, я от себя требую каждый день. И да, я готов вкалывать для того, чтобы изменения пришли как можно скорее. Насколько важно благосостояние депутатов для полностью такой изоляции от коррупционных рисков? Честно, на самом деле, жить на зарплату депутатскую адекватно можно? Можно. Тем более у меня нет детей. Да, может быть, еще 5 лет придется. У вас есть супруга? Так что все может очень быстро исправиться в этом. Да, есть супруга, супруга работает. И поэтому первое – это прожить на зарплату реально. Второе, конечно, я считаю, что это одна из самых сложных работ. На народного депутата положена такая ответственность, такое количество обязательств, такое количество внимания. И требуется такая квалификация. Если мы сравним аналогичного менеджера из крупных компаний с такой же квалификацией, у них зарплата была бы 2-2,5-3 тысячи долларов. У народного депутата зарплата в 3 раза меньше. И, конечно, зарплата, учитывая специализацию, должна быть просто рыночной. Я не говорю о том, что мне сейчас нужно повышать зарплату. Вы просто меня спросили. Я отвечаю, как я считаю, что для того, чтобы быть защищенным от коррупционных рисков, у вас должна быть рыночная зарплата. И мы знаем, что, в принципе, перед тем, как формировался парламент во время избирательного процесса, также поднимался этот вопрос именно о зарплате, что она могла бы быть и больше. Это неплохо, это нехорошо. Это действительно может быть гарантом того, что человек не будет брать где-то извне финансирование. Это одна из ключевых позиций, которая могла бы позволить упразднить коррупцию. Потому что мы знаем, что вы только что отметили, что это не такая уж и высокая зарплата, она могла бы быть и больше. Знаем, что представители предыдущих каденций в парламенте не стеснялись просить компенсацию на жилье, при этом обладая и жильем в Киеве, и рядом других благ. Что-то изменилось в этой сфере? За себя говорю. Мне буквально по пути на наш эфир, на нашу встречу, звонила коллега из секретариата комитета. И у нас в первые часа будут мероприятия, она мне предложила компенсацию за авиаперелет и компенсацию за жилье. Я от этого отказался, потому что я уже тут, и, наверное, депутат прошлого СССР, скорее всего, эти компенсации взял бы. Но я, конечно же, ее не беру, это нарушает все нормы этики, да. И, ну, в общем, не беру. Часто ли пытаются пригласить на какие-то мероприятия, своего рода якобы не ангажированные, якобы не рекламные, но тем не менее, таким образом, получив какую-то вашу благосклонность? Что такое благосклонность? Возможность лояльного, возможно, взгляда в каких-то определенных на ту или иную сферу? Я, когда влажу в какую-то сферу, я обязательно хочу в ней разобраться. Нельзя улучшить или упростить то, чего не понимаешь. И я, в том числе, во время прямых эфиров, когда говорю о том, что я какой-то проблемой занимаюсь, я должен знать, уверен быть в себе, что я отвечу на этот вопрос квалифицированно, что мои коллеги из этой отрасли, из транспортной, не вырежут потом видео и не покажут, какой некомпетентный Горенюк. Поэтому я, в первую очередь, смотрю на свою компетенцию. Если я вижу, что меня пытаются в чем-то уговорить, в чем-то слонить, я еще раз перечитываю какую-то справку, разбираюсь в этой сфере. Поручаете ли помощникам мониторить вот эти вот приглашения и личности, от которых они поступают? О каких типах встреч идет речь? Конференции, это, не знаю, публичная дискуссия, панельная дискуссия, вот такие, да, приходят тоннами в Facebook, на почту, электронную почту, на обычную голубиную почту у нас, которая, вроде, находится в комитетах. Ну, конечно, мы просто физически не успеваем на них всех быть, и для того, чтобы все это посетить, надо просто ничем другим не заниматься, потому что приглашают вообще везде. Мне даже кажется, что некоторые организации отправляют во все ящики всем народным депутатам письма, для того, чтобы хоть кто-то принял участие. Для них это может служить своего рода рекламой, потому что их посещают представители властных. Да, это тоже нужно иметь в виду, нельзя идти на какое-то мероприятие и рекламировать какую-то одну сферу бизнеса. Или одного представителя, какого-то монополиста в одной сфере. Это будет неправильно. Ну, в общем, я не хочу быть с этим связанным. Пришлось ли с момента того, как получили уже мандат, возможно, прекратить общение с кем-либо из близких, друзей, вообще, в целом, каких-то кругов общения? Нет, я вроде бы ни с кем не прекращал общение и поддерживаю отношения. Если мне люди звонят, я отвечаю. Если приходят и здороваются, я здороваюсь. Звездности депутатской пока у вас нет? Нет. Можете мне об этом напоминать. Напишите мне личное сообщение, если вам где-то показалось, что я себя в этом смысле вел, мягко скажем, неадекватно. Ваши друзья, близкие как-то пытаются сакцентировать внимание на том, что вы сейчас народный депутат, что вы птица важная своего рода, потому что действительно вы человек, который может коренным образом повлиять на ход развития тех или иных событий в нашей стране и на страну в целом. Да нет, но мои друзья все знают, какие у меня цели в жизни. И они знают мои принципы. Но как бы не идет речь, мы можем только пошутить на эту тему в какой-то компании. Вот и все. То есть каких-то таких упреков в том, что вы стали, возможно, с кем-то меньше общаться, утерять внимание? Нет. Ну, на самом деле, у меня не так много друзей. Да. И точно меня никто из них не увлекает. И близкие также? Они, в принципе, абстрагировались уже, наверное, от понимания того, что... Да, ну, это моя... На самом деле, даже, ну, мы как бы по большому счету максимум это шутим. Я могу что-то рассказать в конце рабочего дня о жене, что происходило на работе, вот, или спать. Ну, даже нет времени это обсуждать, что ли. А бывают ли такие темы, на которые не хотите говорить, говорите о том, что эта работа, тебя это не касается? Вот, в частности, если мы говорим о семье. Нет, ну, это, во-первых, для меня некрасивое высказывание. Если я буду говорить жене, что тебя это не касается, ну, почему, если это моя работа, это может тебя касаться. Ну, конечно, да, если я... А советуетесь? Обязательно. Да. Это норм, я семейный человек, я обожаю свою жену и всегда советуюсь. Бывает ли так, что в принятии каких-либо решений действительно ключевой момент и слово может быть за супругой, которая может намекнуть, что нет, туда не стоит идти? Я не готов ответить, потому что таких моментов еще не было. Она присутствовала, когда вы, в принципе, уже получили мандат, стали полноценным депутатом при торжественной части? Нет, там же нужны пропуска, там особая система пропусков в Верховной Раде, когда присягу мы принимали, поэтому не присутствовала, уже жила дома. Ну, и у нас ночь была такая бурная, я где-то домой в 3, наверное, вернулся, или в полчетвертого, и, в общем, вот так вот. А как относится к такому графику работы? Раньше вы наверняка чаще и больше находились дома. Это тяжелый для вас момент, вот такое переключение? Я, если честно, даже не задумываюсь. Я, когда работаю в удовольствии, я получаю от этого удовольствия, и не хватает времени думать о том, что надо побыть дома, или еще чем-то, ну, как бы, есть там часок свободный. Я не могу просто сидеть. Я знаю, что мне там пишут, что меня везде, ну, раз в 15 минут меня стабильно отмечают в каком-то посту, в каком-то комментарии, чтобы я на все отреагировал. Но мне неспокойно, когда меня отмечают, когда мне телефон бежит, отдыхать. Не будет ли это способствовать какому-то выгоранию, перегоранию? Потому что у вас впереди еще, если не будет никаких других моментов, 5 лет. 5 лет в таком режиме это довольно сложно. Это сейчас турборежим, потом он чуть-чуть упростится, будет чуть-чуть спокойнее работать. А чем это объясняется? Турборежим. Потому что реформы происходят либо быстро, либо никогда. Это позиция в целом, наверное, всех услуг народа. Я с этим согласен. Если бы мы сейчас принимали по чуть-чуть, по чуть-чуть, долго бы ждали. Представьте себе, что все это растянулось бы на 2 года. Все бы уже подоговаривались, понаходили бы какие-то выходы, подходы, идеи, были бы какие-то новые схемы, пока принимаются законопроекты. Нет времени на это. Да вот сам факт непредсказуемости, он влияет на чиновников, ну, в общем, он влияет на чиновников, потому что они не знают, где кого, как ставить. И слава богу, слава богу, что они не определяются, у них нет такой возможности. Не может ли случиться так, что вот благодаря такому турборежиму сейчас, уже там через 2 года будет нечего делать? Ну, условно говоря, нечего, что вы себя исчерпаете вот в этих проектах. И в таком случае вы готовы добровольно сложить мандат? Там не незачем, да, там достаточно, очень много работы по всем направлениям. Реально за 5 лет провести реформу общественного транспорта, это не сильно простая задача. Уговорите всех владельцев богданчиков купить нормальные автобусы, да, обеспечьте защиту интересов пассажиров, защиту интересов водителей, которые тоже не всегда виноваты, потому что есть нормальные водители, просто на них возложили столько обязанностей. Возложите, ну, спросите муниципалитеты, потому что есть нормальные муниципалитеты, когда пытаются что-то сделать, но не получается. Это большая комплексная проблема. Прошу по-другому. Что может послужить причиной для того, чтобы вы ушли из политики? Я не собираюсь пока уходить в политику. Я только пришел, нет времени об этом думать. У меня есть цели в жизни, я точно к ним иду и готов многое для этого сделать. Насколько сильно желание попасть в историю Украины, ну, естественно, со знаком плюс, потому что говорят, что для некоторых людей это ключевая цель. Именно попасть в историю, когда достигают определенных высот финансового характера, либо в карьере в целом, да? Насколько именно этот момент для вас такой вот ключевой, проходит красной нитью, в принципе, через всю деятельность сейчас? Я беру пример с мэров других городов, там, мэр Богаты или мэр Рейки Явика, это очень талантливые люди, и вот они занимаются тем, что навозили в городе порядок. У меня, конечно, я не исполнительная власть, но у меня есть функция депутатского контроля, которая позволяет в сфере исполнительной власти в местных ячейсках навести порядок, чем мы сейчас и занимаемся. Спасибо. Спасибо. Александр Горенюк, депутат от партии «Слуга народа». Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы с вами встретимся и сможем уже поговорить о результатах вашей деятельности. С удовольствием. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.